И я приветствую всех существ на канале, с вами снова Девжин. Мы продолжаем Диванити, Ориджин Син 2. Так, а можно это всё как бы автоматически подсобрать? А, вот, автосортировка. Чистая поверхность. Впереди горит огонь. Затушите его, разбейте бочку с водой или переместите её на огненную поверхность. У меня есть бочка с водой. Сортировка по цене. Отлично. Сейчас надеем, от чего можно избавиться. Ух ты ж нифига. Это весит 20 на цифр. А, это не серебряненький. Точно, товарищ Павел, лабораторное оборудование какое-то. Пыльно-грязное. Ну, и нафиг тебе тогда. Кусок плоти кишки. Почек с водой. Почек с водой. Проклятся, добром это не кончится. Вперёд и вверх. Вперёд и левый контру. И щёлкните по тюрьме, чтобы атаковать её. Офига ты. Так, надеюсь здесь песов-то нету. А то у меня тут пес что-то напряг. Заперто. Так, ты контрол, ну давай её контрол. Влага. Прекрасно, ты сломался. Эй, мужик, ты, вы чё? Магистер Мертов. Хо богам, во имя божественного. Что это за? Загостится на ваш ошейник и тянется за мечом. Ещё один колдун. Путник магистра даже не моргает. Одного вашего вида хватило, чтобы он застыл на месте. Показать на следы разрушения вокруг. Здесь творится, что они видели. Приметь ошейник. Вы можете им помочь, если они спасут эту штуковину. Эти орули прикончены. А, давайте поговорим нормально. А то сам не знаю. Бунт, это ведьма и твой ошейник обезоритет. Дальше он громкий шепотом обращается к другому магистра. Хватит дрожать. Рикс, бери за меч. Убеждение. В ходе убеждения вы можете попробовать склониться месенника на свою сторону. В зависимости от ответов, ваше качество и ваша способность к убеждению будет сравниваться с характеристиками того, кого вы пытаетесь убедить. Спаси наверняка победителем станет тот, че убеждение сильнее. Хм. Хватается за меч. У него так дрожат руки, что клинок ходит ходуном. Сила. Кричать, все верно, это бунт. Если они хотят снова увидеть родных и близких, пусть сидят тихо. Интеллект. Сказать ему, что ни о каком бунте речи быть не может, эта женщина вас едва не покончила. Спряте. Сказать ему, что магистра Сивен ранена. Она послала вас за помощь. Хм. Закати глаза. Ну и слабаки. Напасть вы без труда с ними разделать. Эээ. Ау, не удалось убедить. Да ладно. Листы переглядываются, затем вновь смотрят на вас и связгом выхватывают оружие. Нее. Того не надо лжи, взять его. Погоди. Удар в спину. Войдите в сектор за спиной. Вашего противника атакуйте кинжалом, чтобы выполнить удар в спину. Удар в спину всегда носит Крит. Опа. Какой я быстрый. Опа. Надо было хотя бы 1 опеку кончить. Что-то я это... Он такой нет. Да? Ах, вы какие. Давайте сразу в лоб им. Лобуйся. Ах, ты же со счетом. Блин. Черт. Не, 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 не. Черт. Как врагов. Хочет поднять щит мимо. А мы, пожалуй, обойдем его. И такой он сзади. Еще обойдем. И еще такой он сзади. Фактически удар в спину. Опаньки. Единица. И пеединица. И еще две единицы. Шикарно. У-ху. И у них ничего нет, конечно. Ну да, ну да. А вы-то думали, что Ривелон плоско. Хорошая ошибка. Вы вроде как ученые. Переплетенный Фолиан. 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 Что за Фолиан-то? Читать-то можно? Когда-то короли истока творили великие свершения по всей стране. И на заре своего правления так поступал и брак. Пребывая на своем родном острове. Но со временем, как это часто бывает в мире, исток развратил его. Столь велики его айлочность и страх, что он приковал к себе душевными узами свою сестру Кассан. Развершив ритуал, брак обратил ее в нежить. Сделав бессмертным лечом, чтобы самому жить, как и она. Вечно. Правление тирана брака продолжалось долгие десятилетия. Его жадность до власти и до истока пробудила короля создать кошмарные, невидимые прежде машины изгинания. Живых он наказывал смертью, а мертвых – не жизнью. Многие пытались дать им отбор волшебных философов, ученые, но в конце концов поплатились за грехи. Брак оставил орден истокоборцев. Сколько бы ни были доблестные истокоборцы, никто из них не смог предвидеть того, что культ непорочных воскресит короля брака. Мы своей жизнью обязаны тем двум славным членам ордена, что сражались, дабы король брак не ушел от справедливого возмездия. Король истока мертв. Однако его изваяние все еще повсюду встречается в наших кореях. Жуткое, но необходимое напоминание об эпохе жестокости, алчности и высокомерии. Куда нафиг эти книги выбросит их? Немного весят, блин. Вот и все. Путаюсь в массу. Мм? Бюст Александра пишет. Если бы Лицион был жив, очень крутой склон. Не хватает силы. Думи с него корону. Нужно спать с подушкой. Можно прилечь. Можно прилечь, я сказал. Можно прилечь. Надо письмо. Давайте письмо. Что у нас письмо? Милая Софина. Я пишу это письмо, и наш коробой все еще софим. Недалеко от острова, но когда сова принесет тебе его, мы будем уже в дне пути. дня в твоему совету, я подчинился приказам Александра, но я часто думаю о Лиционе. Смелился бы божественность с тем, что мы делаем, благословил бы тех, кто отбирает детей в матери. Неужели? Неужели это единственный способ? Мне холодно. Холодно телу и душе. Я уверен только в одном. Свои руки согреют меня, когда мы встретимся снова. Любой. Рис. Рикс. Прикольно френистовый, но что-то все равно мне не хватает. Мне было просто переводить. Опаньки, наконечник стрелы, ремонтный молоток и спочтные штаны. Фу, какой-то. Ремонтный молоток. Вы нашли ремонтный молоток. С его помощью можно чинить снаряжение. Нажмите ПКМ на сломанном предмете и вы будете починить. Дневник. Дневник. Чернила, рассмазанные и записи дневника сложно прочитать. Впрочем, часть последней записи вам разобрать удается. Не будут вольны, но Дарис ничего не узнает. Мне столько не платят, чтобы я возил этих выродков колдунов в их островной Лепрозорий. Оттуда я направлюсь в Дрифтвод с грузом оружия. Там хорошо мне заплатил за перевозку. хранительница. Что у нас тут? Потрепанное письмо. Письменный стол ничего в себе не хранит. То есть, по-моему, вот одна коронная картина. Давайте посмотрим, что за книжки тут. Книжки. О, свитер воскрешения. Воскрешение. Дело. Это уже дело. Потрепотное письмо. В этом письме изложено указание по перевозке колдунов в некоторое место под названием Радость. Чья-то злая лука перечеркнула его черной линией из верхнего левого угла в нижний правый. Какие подробности? Блин, песик. Чейка, не хочу это, да? Ходить в бочку с водой. Здесь-то открывается. Для тех, кто не может притаскивать бочку с водой, Уи, прикольно. Спасибо, по-моему. Тут, короче, что снесется в щеках? Регистер-рыцарь. Регистер-мечий. Веки-боги. Это случится ошибка. Подшипки. Я думаю, у нас еще дофига времени, чтобы осмотреть все. Собрать все золото. Может быть, тут все заскриптовано на время. У меня уже нету времени. Честно говоря, я даже не знаю. Еще какая-то коробка. коробка полная, но он ничего не хочет брать. Магистр-следопыт. Все тут разные магистры, что ли? лулин. О, мой первый лук. Мой первый лук. Сундук. Кролище лапка на удачу. Эй. Кролище лапка. Несколько лет назад кролики в это место все оказались на грани истреблений из-за моды на их якобы счастливые лапки. Охоту с тех пор прекратили на волшебную свойство лапок многие весят до сих пор. Можно повесить, да? тебе на пояс. Выбор невозможен. Ну, ладно. Рейнзи, внушение, подушка. Помни подушкой. Где-то набрался. Так, все отправленные письма, я уже смотрел, да? Я уже смотрел. Письма. Тоже фигня, тоже фигня, тоже фигня. Блокнут художника тоже фигня. Что бы мне сделать? G. У меня ничего нет. Если я открою. Песик у меня согрится. Вводит. Песик. Да, кто-то разговаривает нас с животными. Это, в этом деле, нам помогла бы кедра. Топишься, ножка. Какая-то. Палка, светлопостановление. И все, уходи. Какая-то испугалась этой собачки. Вода. Так, я сказал собрать все. Где вода-то? Печь. Ну ладно, давай. Идем дальше. У нас просто бочка, вот эта бочка свадывай. А, куда? Придурок. Блин. Горение. Я думал, можно перехитрить систему. Ну ладно, система слишком умная для меня. О, черепок. Судя по редкому запаху, знак знака двери был нарисован совсем недавно, а вы сразу узнаете этот символ, предупреждение, что внутри туман смерти. Что за туман? Вы прижимаете ладонь к двери, чтобы ее открыть. Дерево не кажется ни прохладным, ни теплым. Она просто сырое. Серое. Или сырое? По-моему, сырое. Ваша рука обесвечивается, вы чувствуете опустошенность. Отдернуть руку. Страшно. Так, так, здесь мы осматриваем кого-нибудь. Так, записка золотой ключ. Записка. Мертов. Бочки с туманом смерти заперты в хранилище. Вам с Риксом нужно держаться от них подальше. Если внизу кто-то начнет глупить, добром это не кончится. танки, а вы протирать по цене. Так, вот он. Щепка. Так, у него сейчас щепка. Раскопалка. Вот, кажется, понял, для чего он. Пол крафта. Пэйн, вы проходите в дверь и внезапно отказываетесь лицом к лицу и снижите со скелетом его череп. Как-то необычайно угловато. Среди лба красуется великолепный и драгоценный камень. Скелет быстро листает на у знаменитой энциклопедии Кэмли Хуберса, вормоча что-то себе под нос. Нет, 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 нет. Какой идиот записывает знания на присыланных опилках. Они горят, они расписают водя, они даже кислоту не могут выдержать. Удивительно, что сель народ станет невежественно. Скелет поднимает голову и он наконец замечает вас. О, это ты. Почему ты набегаешь, не орешь, как ты резан и так далее. Почему манера держать книгу? Она что-то вам напоминает. Это наверняка тот самый эльф. Хватит, чтобы попадаться под руку и ринен саботагу на пропуску нежисть. Спросить, не следует ли ему вступить так же. Корабль тонет. Селет тяжело вдыхает и вновь вступается в книгу и ты выпередист в Астанице. Я знаю, что твой бог наградил тебя очень немногими дарами, но будь убеден использовать имеющиеся. Ужели ты смотришь на меня и думаешь, вот, некто, у кого достаточно органов, чтобы ему грозилось метод отопления. Мелочи, вроде воды и яда, не спрашат меня. Нет, меня не ждет ничего страшнее мокроодежды. Когда эта куклая суденышка коснется морского дна, я просто пойду до берега пешком. В то время, как тебе, я полагаю, ждет бессмысленная схватка за спасательные шлюпки. Та, что мы не видели его раньше, это довольно трудно заметить. Лучше, по крайней мере, вот, мог бы спастать жизни без того, чтобы сидеть и читать прав, правый, выбрать. Ты меня уже видел. Хотя я тогда носил личную эльфа. Ну, я так и понял, да. У меня была маска, весьма остроумное устройство, благодаря которому я и мог принять эту примитивную форму. и маску эту у меня украла та пропатая ведьма после своей дешевой сцены. Что ж, она все равно утонет вместе с тыным врачом. И тогда я просто заберу маску с ее вкладного трупа. по бессердечью. Он мог бы спасать жизнь, а не сидеть тут сложа руки. Кривнуть вполне разумно. У нас нет на это времени муки. Сношение плюс два. Поистине, столь же разумно, как спастись с тонущего корабля и оставить ближнего своего в покое. Я бы прожелал тебе доброго дня, но, скорее всего, тебя ждет весьма ужасная смерть, так что скелет безразлично пожимает плечами и вновь втыкается в книгу. Так. Что за туманище? Что за туманище и что мне уже мне с ним делать? Или пока мне с ним ничего не делать? Кочку по туманам смерти. Носовые баллисты. Кочки. Чисто следопыт. И почему народ муки умер-то не особо от чего-то такого неестественного. Сколотый меч одноручный. придверь не поддается. Воспользуется ключом. Вернотворяется со скрипом, но вовсе на ней затмевает припельная тень. Это что, был Крахен? Обалдеть. Спасибо. Но я хотел просто взять двести очков. Есть очков. Посмотрим, что у нас тут. Что у нас тут? Золото! да-да-да. А вот это что за лестница ниже этажа, да? Нет, магистр следопыт. Все, золото. Здесь у нас ничего нет. Ну и ладно, идем куды. Ты хотел открыть дневник, да? Спокойные воды. Одна из полной мерзких щупалей с экспертельно опасного тумана. Нужно держаться от нее подальше. Хороший совет. Вот, смерть мгновенная, смерть для живого. Магистр рыцарь для живого, но не для этого. Не для Фейна. Можно попробовать сходить и просить Фейна. Он какой-то так. товарищ оу, Сразу же ох ты ж. Оу, что-то происходит. Яговитая поверхность. Обратите внимание, что рядом с вами образовалась яговитая поверхность. Вы можете сжечь ее при помощи огня. Возможно, она вам еще пригодится. Свиток Огненный шар. Это у нас низ. так. так. Интересен лук. Вижу стрел. Ничего. конец хода получается. Нес хода. Правление. они до меня не успели дойти. шикарно. шанс. Они до меня просто не дойдут. шикарно. Передо мной стоящего могу. Вань мода. башка ух ты ж нифига защупается обалдеть вот это кракен это кракен причем сейчас умрет давай качалок бред все это они мимо о шипер на пресс мясо ищание так атака закончилась нам так получился сцены и комковатые патраха ях мистер лицарь а может открыть на секунду даже . . . . . . . Так, куда мы идем-то? Так, капитан Кэлла. Почка с водой, нифига себе. Вообще жесть. То есть я с вами тут один в живых и получается только я. Блин, тут я буду во всем виноваться. Ну ладно, ладно. Это у меня бочка. Сейчас я что-то могу подушить. Что-нибудь серьезное такое. Бочки с чем-то у меня. Пу, вроде я могу подобрать посов. Судя по всему. Какая-то на Кэлла. Дрэзл. Так, пока у нас что. Вот что в принципе нечего здесь смотреть. Идем дальше. Динамичненько, динамичненько. О! Кто-то уже это. на выходе пытается. Так. Что-то я не понял. Надо ли пытаться спасти кого-либо. Минус один. Прекрасно. Пу, непонятно. Давайте спустимся сначала по лесенке. По лесенке, вот оно что. Я не знаю, пробуем кого-нибудь возбудить что-ли. Вы уходите, а на дружелю. Бого-го-го. Так. Да. Он. Он. Тут был запят. Все. Теперь убег свободен. Влага. Здесь влага. Хочешь сказать, да? Так. Здесь у нас... У нас нос. Значит там, получается, у нас были кормовые орудия. Оп. Выключите. Эй. Ну и все. У меня не остается никакого любого выбора, как прыгать сюда. Хватит болтать. Девчонка. Дети и гномы. Вперед. Все как в старых байках. Потом тщетно дергает за одну из ближних веро. Вы говорили, что там внизу еще есть люди. Мы должны им помочь. Видишь, иди щупальца, пацан. Нам надо убираться отсюда подальше. Позвать голову с жалким трусом. Вы спуститесь на нижнюю палубу и проверите, уцелел ли там хоть кто-то. Прабы содрогаются у вас под ногами, но мальчик прав сказать, что вы спуститесь на нижнюю палубу и вы проверите. Вы там кто-нибудь скажете, что гил прав. В том, что с нижней палубой и обратно не собираетесь. Протянуться к механизму, подливать на остальных. Главное покинуть этот прикатый корабль быстрее. Мммм. Да. Позвать гномы с жалким трусом, где спуститесь на нижнюю палубу и проверить. Сделай там хоть кто. Я сам схожу. Спасибо, спасибо, спасибо. Вон там есть лестница. Понимаю, она спустится. Все издевают. Я не понял. Спокойной лови. Пой, можно вытащить там? Ммм? Я не понял. Спаси бой. Оу. Есть лаги. Оу. Оу. Есть лаги. Оу. Это ж фиговина. Блин. 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 Блин, 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 блин. Хм. Это атака. 2 очка, тоже 2 очка, тут врагов, пошел блачить, давай, ответ ну да, дичь, офигеть, это второй этаж, кувало и хуже. У тебя просто используется броню, иди сюда в спину, еще наши игры, иди сюда в спину, вот эти нож, одоленолин, подсоюз, мимо, так, жуки безбородие, мою вахту корабль не потопит, чем-то его проклял, это еще излучение. 12 из 32, так, а 95 можно фигачить, в принципе. Фоя, фоя, не нормит, все наши пустоты, ничего нет, а стоит медлить, все взяли. Ну все, идем начать. А, подожди. А, не со Сивен. Ну, сейчас Сивен за помощь. Ну, сейчас Сивен за помощь. С строчным движением она поднимает клад, потом зажата тряпка, пропитана на какой-то похожей жидкости. Взять тряпку, просто положить кране, чтобы оставить протечение. Просто быстро пропитывает тряпку, а если Сивен не откроет и закрывает брат, глаза ее полны ужаса. Сивен за тянется к вам дрожащей рукой. Причайся. Правотечение освоевает под наживом. Сивен цепка держит вас за руку и не сводит с возряда. Из недр корабля доносит страшный треск, или она на перекрытие содрогается. Продолжение поджимает тряпку. Правильно. Взять Сивен за руку и при помощи подняться. Когда он поднимается на ноги, хватает за вас. Корабль глупостонет, затем раздается хруст. Макдаун. Только не говорит, что тут, блин, выбора другого нет. Крабль тонет. Ох. Ох, это не кракен. Это, похоже, морской дьявол какой-то. Ну и что? Все, конец. Мы умерли. Я на тебя большие планы идти. Вставай. Rise and rise again. Продолжение следует. Продолжение следует. Все, находившиеся на борту, вскоре погибли. Остаюсь, ваша слуга на веки вечные. Верховная сутья. Реван. И всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова